Доктор Блэквелл Доктор Блэквелл Доктор Блэквелл Доктор Блэквелл Вы ничего мне сказать не хотите? Тогда идем на второй этаж Ничего Ты что-нибудь скажешь? Тоже ничего не говорит и никаких ништяков здесь тоже нету поэтому смело можно уходить отсюда опа это единственное что уцелело после уничтожения поместья продвинутый инженерный анализ уильяма рантье 1888 год собственного штаба института а собственность штаба института рантье ты можешь это поверить холл в эрджил они получили ему исследования то есть заброшенные горные лаборатории это меня обнадеживает если ты понимаешь о чем я он не отступает когда дело доходит до сбора новых данных не сомневаюсь он с радостью отдаст жизнь за крутое открытие он проявил себя не так ли он ведь агент думаю нам всем пора подсобраться этот человек бескомпромиссия но он всегда готов пожертвовать собой ради высшего блага именно в такие времена становится ясно из какого-то тесто это все моя вина бедный мартин не вини себя парень мартин был моим другом я обещал ему изготовить эту перчатку но у меня не было времени слишком много дел не следовало выразить когда мистер хэроу направлял его в диккенсен туда следовало отправить меня не его чудак изобретение требует богатого воображения и кучи хлама эдисон 1885 год надо было видеть морду этой уродливой твари когда ее поджарила эта штука скоро у всех будут перчатки от верджила мы с легкостью победим в этой войне эти твари коварные дэвис надо всегда и быть на чеку в одиночку действовать нельзя месть это блюдо которое подают горячим которое подают лично не будем через чок задирать нос это чревато смертью с денежки маловато правда всего 7 7 монет коллекция то полница у нас 4000 накопил на липкую взрывчатку но тоже не очень то мне нужно да прикольно но комбинация слишком длинная поджечь подойти подбросить не знаю не знаю остальное все реально какой-то не очень полезно как будто бы на может перчатку качну а так все остальное мне не очень-то и надо ну же таунсен даже такой ворчун как ты должен это признать это выходки доктора блэквилд давно стоило ожидать я ошибался ясно война была неизбежна я не понимал как рантье собирается держать победу но теперь теперь мы в истории мы вписали туда свое имя так рождаются легенды амиго вниз пока не идем никого нету смотри в оба блум нам нельзя ошибаться да не зевай сейчас не время расслабляться я вас понял сэр так тут ничьи нету как видишь у целебной сыворотки есть неожиданные положительные побочные эффекты знаешь я не самый внимательный сын но готов поклясться твоя нога чувствую себя на 20 лет моложе джесси готов бронемаши бронемашину мы с тобой едем найдем филисити как старые добрые давай лучше подождем и узнаем чем закончится ппс хэрол хэрол этот горе тиран даже свой выход из уборной в оклахомис планировать не сможет с ним точно все в порядке с вирусологической точки зрения он давно должен был обратиться признаков обращения нет так что похоже сыворотка сработала между прочим я тебя слышу лучше чем когда-либо боже ты звучишь как грейнвард с его нытьем где черт возьми эдгар о чем мышка тут появилась в углу когда мы подумали что ты умер эдгар отправился мстить за тебя он решил выследить честера моргана подумав что этому болтуну может быть известно где сейчас филисити так и знал что этот скользкий кресион и жив согласно источникам он занимается торговлей оружием устроил себе небольшое логово в горах в общем эдгар отправился в горы с ящиком динамита если грейнвард решил расстаться с жизнью пускай так мы не будем отвлекаться от первостепенной задачи черта с два так давайте почитаем что нам тут надо делать старые друзья ну тоже судя по всему не очень длинный уровень раз мы уже часть всего нашли деньги там наверное на каждом шагу будут насыпать и 24 мешка соберем быстро усилив знаменитую перчатку рантия джейси с верджилом возвращаются в калика где вместе где вместо теплого приема их встречает министр обороны хэрроу и верные ему головорезы пока джейси отсутствовал хэрроу узнал правду о состоянии уильяма теперь хэрроу намеревался лишить семью рантия всех привилегий и присвоить институту свое имя к удивлению джейси доктор эмилия блэквелл заступается за него и публично распекает распекает хэрроу тот уступает но обещает поквитаться джейси наконец таки встречается с отцом и узнает что импульсивный эдгар считает что джейси погиб и отправился мстить за него эдгар ушел на поиски честера которому якобы что-то известно о фелисити джейси решает помочь эдгару и следует за ним в опасную гористую местность где поселился честер да это настроен решительно чёрт эти штуки разлетелись повсюду какие а потом все покатилось к чертям мне надоело рисковать своей шкурой ради них благодаря этим мочеглотам рантье и на их лету я чудом выбрался живым с шабашек к черту их всех к черту добана и к черту его больное отродье с меня хватит мне надо залечь на дно и наконец подумать о себе а мне из этих мочеглотов и их крестового похода да он чудом выбрался живым понятно так больше тут ничего нету арена а вот и парни честера ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй чё за лаги да а а а а а а а а а Так, ладно, дело немножко плохо. Ой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, немножко дело плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох. Не люблю эту твою. Тяжелость не драться вообще. Какой-то дисбалансный противник, если честно. Так, ничего, никаких денег тут не валяется нигде. Вон только крошки до ножки от этих валяются. Ладно. Поверить не могу, что мне придется лезть туда. А, че? Ничего не так? Ничего тут сверху нет. Вот, после того мешочка наверху, который там самостоятельно висел, я как-то хожу, оглядываюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять в кишку лезем. Ну? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вижу тебя, скотина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оп. Небольшой бонус. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, мы сначала от тебя избавимся. Ай-ёй-ёй. Ай-ёй. Да ё-ё-ёй, у вас вдвоем. Этот еще и пол-пол-пол будет выпускать. А-а-а, вот. Вот оно. Ну все, мне хана. Че происходит? А-а-а, ну, я понял. Сработало умение, которое там спасает нас в случае отсутствия здоровья. И типа делает нас неуязвимым. Вот, только дам. Только дам. Ммм. Так, и на всякий случай проверю. Да, батарейка не респаунится. Хотя бы за это спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это, блин. Неприятно, конечно, очень. Ладно. Шо? Это пока все еще не самый сложный бой. Самый сложный это был... Я уже не помню там... Как это чел назывался? Который я там долго переигрывал. На железнодорожной станции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да брось ты! Ну, мне хотя бы от одного надо избавиться. Вообще бы никуда стрельнул. Ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо. А-а-а-а. Хотя бы от тебя избавился. Сейчас еще одну спилю кого-нибудь. Мост разрушен, надо найти другой путь. И он читает... Чё, он читает мне лекции обо мне? Чё? Ну, я другой путь-то уже вижу. Так, тут никуда не зайти, не пройти. Опа-а-а-а. Недавно вспоминал, что висельников давно с голдой не было. Что мешочки уже сами болтаются. Да, сейчас-то пойдем. Я тут по-фасту смотрюсь еще, что я точно ничего не пропустил. Наверху еще гляну. Ну, вроде бы нет. Вроде бы нет. Тут я все подобрал. Так что уверенно можно лезть в эту пещеру. Может, удастся расчистить путь взрывчаткой. Может и удастся. Очередная шахта. Еще голда. Так, по этой штуке я не побегу. А, нет, она ведет куда-то все-таки. Потому что она же тонет, если по ней долго идти. Во. Вот тут уже дальше не пройти. Надо быть осторожнее. Согласен. И на кой я сюда пришел? А-а-а. Что-то там плиту эту уронить. Так, 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 так. А как ту плиту уронить? Подождите, подождите. Тихо. Не падаем. Не тонем. Ай. Ага. Вот и разобрались. Еще и сундук нашли. Он же вроде один. На этой локации. Давайте посмотрим, что мы там взяли. Пречатка постепенно восстанавливает здоровье. Шкала здоровья заполняется полностью за 90 секунд. Охереть. Вот это мне надо. Как раз, я думаю, сейчас на уровне точно получим 15-й. И возьмем. У нас еще 5400. Там отчасти уже даже хватает на какие-то улучшения. Но я пока не трачу, потому что я хочу узнать, что там дальше откроется. Звук что-то полезное. Я сразу качну это дело. То, что здесь есть, все не очень полезное. Да, сундук один, один фантик и еще там больше половины голды. Еще даже половину не собрали. И вот вижу, тут, наверное, сейчас нам и дадут что-то новенькое. Да, вон, вижу, чертеж лежит. Ну-ка. Ну, это для арбалета че-то. Заряженные стрелы. Еще и 9000 стоит ебануться. Заряженные электричеством стрелы могут создавать электрическую дугу между задетыми врагами и постепенно носить им урон в течение непродолжительного времени. Но дорого. Так, золотишко вижу. Ну, можно и подняться, и спуститься. И веревка, которая нам, очевидно, понадобится. На что на этот раз достаточно денег? А, на это? Это тоже не знаю. Так, ну, поздравляю. Половину голды с уровня мы уже унесли. Ябадабаду! Есть! Где же ты прячешься, малыш Честер? Честер-бой. Эдгар! Эдгар, ты там? А, черт. Пусть я могу вернуться назад. Показалось, что там что-то... ...поцветило мне. Ну что, на этот раз... А, энергетический перекус. Нет, 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 нет. Все еще копим. Не знаю, на что. На что-то отсюда. Видимо. Да, блин. Ты милый метал. Это еще че за... Проклятье, пулемёт, да вы издеваетесь. Так, будем разбираться с пулемётом теперь. Да всё? Но его не замочить так, походу, он там, типа, временно потерял сознание. Ну, на стиле, там, будь здоров, конечно. Всё. Ну, он там что-то бахнул, конечно. О, супер хп. Так, это оттуда снизу надо будет подниматься. Всё, ещё завалить его нельзя. То есть его совершенно не смущает, что я зашёл к нему за спину. И лечу прямо на пулемёт. О, так это моё новое оружие. Пулемёт Рантье. Откуда у них пулемёт Рантье взялся? Самое тяжёлое смертоносное оружие Института Рантье. Подходящее для тех, кто готов пожертвовать мобильностью ради огневой мощи. Предположительное время подготовки к стрельбе компенсируется убойной силой. Ага, нажмите вправо, а потом стрелять. Прям как рождественский подарок. Давайте посмотрим, что я там улучшить могу у этой ебанины. Ага, то есть одно в сундуке и следующее с 15 уровня только. И идём мы действительно не очень-то и быстро. Ты стал оружейным бароном, Чез? Да, оружейный барон мы с вами уже знаем, потому что прочитали описание к уровню. Дружище, угадай, кому удалось заполучить крупнейшую партию оружия и боеприпасов со времён Гражданской войны? Да, мне. Не понимаю, почему я игнорировал этот истинно американский бизнес. Особенно в то время, когда над нами повисла угроза полномасштабной войны. Кто-то на этом поживётся, это точно. И почему бы не я? Искренний твой Честер, оружейный Цезарь. Он уже себе даже имя какое-то придумал. Так, вроде все фантики мы собрали уже. И голды у нас уже где-то 3 четверти. Давайте глянем. Да, фантики, сундуки есть. Голда тоже. Сколько? 7 мешочков осталось. Так, и чё? На кой я сюда пришёл? Чё мне тут делать? О, пацаны, ща я вас покрошу. Хорошо, что я сразу сюда не спустился, а пошёл исследовать. Я вообще тупо не заметил это место. По одному. Вот так вот, 15 уровень. Погнали читать, что нам тут дали за всё это хозяйство. Да, во-первых, кокон, на который нам не хватает. Подключён напрямую к ударному механизму пулемёт. Пулемёт силовый щит позволяет получить неуязвимость на время стрельбы. Прикольно. Ну вот, будем на это копить. Здесь у нас что? Жизнеобеспечение. А, вот это да, это я беру вообще не думая. Но остальное я посмотрю, что нам там предлагают. А чё, ничё не предлагают? Кокон только открылся. Нет. Да, знатно их тут раскидало. А так-то не работает. Нет, не работает. Но попытаться стоило. Так, на потолке ничего не висит. И выходим на свет. Ой-ой-ой, денежки-денежки. Одна тележка цела. Посмотрим, куда она ведёт. Где-то целую тележку увидел. Непонятно. Тут был Эдгар, это точно. Так, туда же нельзя пройти, да? Ага. Пулемёт капец, как медленно восстанавливается. Вон там даже... Вообще прям капельку увеличилось. Ой-ой-ой. Два копать тебя. Попал всё-таки в меня. Один готов. Первый раз, по-моему, за всё время подловило вот так. Не успел. Не успел. Ух, блядь. Не очень приятные соперники, конечно. Даш, сколько можно? Судя по звукам, это Эдгар. Да, это, возможно, он, но сундуки важнее. Надо бы это открыть. Какой смысл был, ну, вот в этом спуске? Тут же вот. Вот, всё. Чё там надо? Понятно, видимо, для того, чтобы куда-то быстро спуститься. Я уж усомнился в логике геймдизайна, думаю, чё за говно. Нелогично абсолютно. А, нет, всё продумано. Ну, что за перевод отличной взрывчатки. Когда умрёшь в следующий раз, лучше не воскресай. Чёрт побери, Джесс, твоё гостеприимство однажды меня погубит. Раз уж ты притащил сюда свою задницу, может, сделаешь что-нибудь полезное? Как же ты сделаешь себя полезным? Без полезным. Давай. Ну, чё сделать-то надо? Хоть бы сказал. Когда такая тонкая работа, Честер его пор не заметит. Я есть хочу, может, уже начнёшь шевелиться? Давно, кстати, морок не встречали. Сундучок. Ого! Нормастом голды. Отлично. Отлично. Одна печать есть. Идем искать вторую. Так сильно понятнее не стало. Она где-то наверху там очевидно тоже. Как я должен заметить? Наверх что ли снова слазить? А, мне не дают туда пройти. Я, блин, не заметил вот этот пригород. Думаю, что за фигня, почему я не могу дальше идти. Так, подождите, синий провод. Я понял откуда идет. Мне с ним больше ничего делать не надо. Надо туда как-то выстрелить. И то опять же надо, чтобы прицел появился, чтобы игровая механика отработала. Подождите, а тут что, можно бейти по кругу что ли? Блин. Решение-то вообще простым оказалось. Тут ничего нету. Вот так. Вот так. Иркат. Иркат. Т Думаешь, Честер знает, где находится Фелистия? У него и спросим. Тут же Честер пригласил друзей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, возможно, стоит в такие маленькие закуточки заходить. Да ладно, вот это мне повезло, конечно, ну-ка. Еще два где-то осталось найти, но это сложно, их будет так в поле-то выискать. У Честера много последователей. Да вряд ли стоило им что. Ладно, я немножко не успел почитать, что они там обсуждали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА